Здравствуйте, уважаемые рукодельницы! Предлагаю вашему вниманию вот такой узор. Изнаночная сторона. Расчет петель кратно 10, плюс 1 для симметрии, плюс 2 кромочные. Рассматриваем одну дорожку. Первый ряд кромочная, 1 изнаночная, 4 лицевых, 2 вместе с наклоном вправо. Первую провязываем, вторую развернем и перебросим. Далее 3 лицевые, накид, 1 изнаночная и кромочная. Второй ряд кромочная. Изнаночные дорожки провязываем лицевыми петлями, лицевая. Далее, теперь провязываем 5 петель изнаночными и оставшиеся 4 петли провязываем лицевыми. И одна петля, это изнаночная дорожка с лицевой стороны, тоже лицевой и кромочная. С лицевой стороны у нас будет смотреться так. Здесь гладкое полотно, а здесь будет небольшой элемент платочной вязкой. Далее, третий ряд кромочная, изнаночная, 4 лицевые. Далее, 2 вместе с наклоном вправо. Или, 2 вместе перекидом. Далее, 2 лицевые. Накид, 1 лицевая, изнаночная. Четвертый ряд провязываем как второй. Я провязывать не буду, но лицевыми провязываем изнаночные дорожки. Далее, 5 изнаночными и 4 лицевые. Пятый ряд кромочная, 1 изнаночная, 4 лицевые. 2 вместе с наклоном вправо или 2 вместе перекидом. 1 лицевая, накид, 2 лицевые, изнаночная и кромочная. Шестой ряд так же, как второй. По краям лицевые. Здесь, 5 изнаночных и 4 лицевые. Седьмой ряд кромочная, изнаночная, 4 лицевые. 2 вместе перекидом. Накид, 3 лицевые, изнаночная и кромочная. Восьмой ряд так же, как второй. Лицевая, 5 изнаночных, 4 лицевых, лицевая и кромочная. Девятый ряд здесь мы меняем местами. Элементы платочной вязки и ажурную дорожку. Кромочная, 1 изнаночная. Далее, накид, 3 лицевые, 2 вместе за задние стенки. 4 лицевые, изнаночная и кромочная. Десятый ряд. Кромочная, 1 лицевая. Изнаночные дорожки у нас остались на месте. Теперь здесь. 4 лицевые, 5 изнаночных. 1 лицевая, 1 лицевая и кромочная. Следующий ряд, одиннадцатый. Кромочная, 1 изнаночная. Далее, 1 лицевая, накид, 2 лицевые, 2 вместе за задние стенки. 4 лицевые, 4 лицевые, изнаночная и кромочная. Двенадцатый ряд, также как десятый. То есть здесь мы вяжем 4 лицевые, а здесь 5 изнаночных. И по краям лицевые петли. Тринадцатый ряд. Кромочная, 1 изнаночная, 2 лицевые, накид, 1 лицевая, 2 вместе за задние стенки. 4 лицевые, изнаночная и кромочная. Четырнадцатый ряд, также как десятый. Лицевая, 4 лицевых, 5 изнаночных, лицевая. Пятнадцатый ряд, это последний лицевой ряд раппорта. Кромочная, 1 изнаночная, 3 лицевые, накид, 2 вместе за задние стенки. 4 лицевые, изнаночная и кромочная. Шестнадцатый ряд, также как десятый. То есть лицевая, 4 лицевых, 5 изнаночных, 1 лицевая и кромочная. Мы провязали раппорт и начинаем вязать с первого по шестнадцатый ряды. Еще раз вот первый ряд провяжу. 1 изнаночная, 4 лицевые, 2 вместе с наклоном вправо. Здесь мы можем провязать просто. Первую провязали, перенесли на левую спицу и перебросили. Разворачивать не надо, так как здесь у нас предыдущий ряд был лицевой с изнаночной стороны. Вот так мы связали раппорт узора. Надеюсь все было понятно. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok